Собственник земельного участка на улице Котовского в Ленинском районе, где сейчас располагается частный детский сад, перевел эту землю в зону жилой застройки через суд. Теперь получается, что в квартале со сложившейся невысокой застройкой может вполне себе появиться новый жилой комплекс высотой до 30 этажей. Как это стало возможно? В проблеме разбиралась корреспондент программы Екатерина Вовкуда. Участок земли площадью чуть более третьей гектара на улице Котовского еще в октябре 2010 года был арендован компанией «Соната» у муниципалитета. Тогда по проекту планировки назначение территории предполагало размещение объектов образования, в том числе детских садов. Но по правилам землепользования и застройки это была жилая зона. Несколько лет спустя арендатор в арбитражном суде добился уменьшения кадастровой стоимости земли с 15 миллионов рублей до суммы, не превышающей и 2 миллионов. После этого участок был приобретен в собственность. Здесь какое-то время работал частный детский сад «Акварель», хорошо знакомый с жителем горского микрорайона. Сейчас учреждение закрыто, а судьба земельного участка кардинально поменялась. В 2021 году проходили общественные обсуждения большие по сути новым правилам землепользования и застройки. Были большие поправки, которые тождали новую карту градоставительного зонирования в соответствии с поправкой в генеральный план. Местные жители высказались за то, чтобы назначение территории с детским садом Накатовского оставалось прежним. Было внесено предложение перезонировать данный земельный участок в зону образовательных объектов ОД-5, так как земельный участок находится на праве собственности с видом разрешенного использования детский сад. Соответственно, здание эксплуатировалось как детский сад. В общем-то, все логично. В конце июня 2021 года Совет депутатов города Новосибирска принял соответствующие поправки в правилах землепользования и застройки города. Земля перешла из жилой зоны в зону объектов дошкольного и школьного образования. Все это было сделано для того, чтобы в будущем, возможно, этот детский садик не превратился в что-то другое, например, в живую застройку. Потому что у нас такая практика распространенная, что социальные объекты у нас превращаются в жилые дома. И в рамках мер предупреждения было предложение такое перевести в зону Д-5 по фактическому использованию. Однако собственник участка не согласился с перезонированием земли и обратился с иском, пытаясь признать решение горсовета недействительным. 18 мая этого года Новосибирский областной суд отказал ООО «Соната» в удовлетворении исковых требований. Однако компания обжаловала это решение вышестоящей инстанции. Сейчас создается такая неопределенность. То есть, если отменяется решение в Д-5, значит, принимается предыдущая редакция. Предыдущий раз в СОН-Ж1, где возможно жилое строительство. И более того, действия собственника, они подтверждают мои опасения. То есть, я открываю дубль ГИС, смотрю, что детского садика теперь там нет. Но зато есть объявление о продаже или о сдаче в аренду этого объекта. Соответственно, я так понимаю, что тот, кто его купит, он может использовать его, как захочет. В том числе, может снести и построить там что-то другое. Обеспокоенность выражает и депутат по округу, к которому уже поступает обращение по этому вопросу от местных жителей. Люди опасаются, как бы рядом с их пятиэтажками не начали возводить высотку. Конечно, это не совсем, на мой взгляд, правильно, потому что прошла процедура общественных обсуждений. Но, соответственно, поступило предложение. И, в общем-то, Советом депутатов это предложение было поддержано, что все-таки образовательный объект. Пусть он остается образовательным объектом. И я надеюсь, что в дальнейших инстанциях все-таки это решение не устоит. То есть, все-таки будет отправлено как минимум на новое рассмотрение. И те решения, которые, пройдя всю процедуру и общественных обсуждений, и утверждения Советом депутатов, они будут легитимны. В мэрии на наш запрос ответили, что уже готовят кассационную жалобу на определение апелляционной инстанции. Чем завершится спор о назначении территории бывшего детского сада, покажет время. Однако, это далеко не первая в Новосибирске попытка собственников земли для социальных объектов перезонировать ее в гораздо более прибыльную зону. Например, в марте 2022-го арендатор территории у городского пляжа уступил права на нее застройщику ООО «Профессорский квартал Новосибирск», входящему в группу «Брусника». Там намеревались строить апартаменты, несмотря на то, что изначально земля выделялась для устройства поля для гольфа или конных прогулок. Этим обстоятельством заинтересовались антимонопольщики. Как считает ФАС, мэрия с нарушением антимонопольного законодательства поменяла договор аренды с спорт и стоянки на гостинице. То есть, участок выдал сначала одно назначение, а потом без проведения торгов и аукционов назначение было изменено. В антимонопольное ведомство обратился депутат Гурсовета Новосибирска Антон Картавин. Он указал, что после перезонирования земельного участка продление сроков аренды является незаконным. Комиссия должна либо передать это в суд, либо сказать, что нет ничего плохого не произошло. Но, с другой стороны, параллельно еще есть земельная история. То есть, лично губернатор Трамников еще в мае, если не ошибаюсь, с этого года сказал, что все планы меняем, и теперь эта территория снова зеленая зона. То есть, есть два параллельных процесса. Я надеюсь, если не один, то другой, в конце концов, придет к тому, что здесь построят парк, как изначально планировалось. Однако, учитывая, что эта территория является весьма привлекательной для девелоперов, будущее зеленой зоны пока остается под большим вопросом. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...